Олег, скажите, а вот какие все-таки воспоминания, какие-то вот точки есть соприкосновения в памяти с Игорем Тальковым вот того периода жизни? Вот, скажем, тот самый, может быть, самый яркий какой-то момент. Я думаю, что, может быть, это не у меня одного было ощущение, но когда с ним о чем-то можно было говорить, то его взгляд, его манера говорить, она прежде всего отрицала даже самую маленькую, даже самую сладенькую ложь. С ним нельзя было врать. Это удивительное качество. Я, ну, так судьба распорядилась, что я встречал и общался с огромным количеством самых замечательных артистов, но он был такой один. Причем по-разному говорят о нем, не знаю, в общении со мной он никогда не был тем артистом, который выходил на сцену. Я еще помню, когда первый раз мы встретились, он выходил на сцену в длинном плаще. Я сказал, по-моему, это глупость. Он сказал, вообще-то модно, может быть, ты прав. И с тех пор при встречах мы никогда друг другу не врали. И это самое главное. А, то есть человек просто на генетическом уровне не принимал ложь, да? Я не знаю, принимал он или нет, но в его присутствии не вралось. Ну, может быть, это просто близким людям не вралось. Кто-то мог, наверное... Я не знаю, не знаю. Не обращать на это внимания. А вот в то время, когда наша эстрада, так мягко говоря, была немножко потешным полком, в общем, как и сейчас, да? Такой потешный полк Его Величества. То есть все бегают, обслуживают, сейчас это называется корпоративы. Раньше такой круизно-собранческий... Да не было такого. Ты сейчас чего-то такое придумаешь. И было такое тоже. Да нет. Обслуживание в шоу-бизнесе, оно было всегда. Другое дело, что тогда это обслуживание оплачивалось какими-то льготами, а сейчас оно оплачивается большими деньгами. В этом вся разница. Нет, суть-то та же самая. Но есть и тогда, и сейчас были люди достойные, которые не участвовали в обслуживании. Понимаешь? А если уж обслуживали, то обслуживали такое огромное количество людей, что это было высокое обслуживание. Сейчас я назову одного человека. Кого обслуживал Кобзон? Нет, ну я сейчас не совсем... Да публику обслуживал, и больше никого. Не в этом смысле. Я имею в виду вот именно то время, как раз где-то 90-92 год. То есть я помню прекрасно тоже эти огромные концерты. И в Олимпийском, и везде. В общем-то все на ха-ха строилось такое. То есть было так два кусочка колбаски. Вот я имею в виду такое вот какое-то легкомысленное творчество. Нет, просто это было время, когда открылись шлюзы. И они открылись во всем. И в деньгах. Потому что люди тогда впервые стали зарабатывать чуть больше, чем они получали вот тот оклад или ту ставку от государства. Открылись шлюзы. Они стали петь на сцене то, что раньше пели у себя на кухне. И думали, что вот это кухонное их творчество, оно гениальное. А здесь появилась возможность вынести ее на публику. Какое-то творчество кухонное было гениальное. Если братья Куджаву, Высоцкого еще. Да, другие кухни были. А были и другие кухни, где пели про мои грязные носки. Ой, воняют, ой, воняют. И это вышло на публику. Так что, когда открываются шлюзы, вместе с водой идет мусор, что угодно. Но потом все постепенно отстекается. Что-то долго отсекается. А я просто вопрос до конца не задал. Это в связи с тем, что я всегда его долго формулирую, чтобы как можно больше объять необъятного. Вот, грубо говоря, такая публика, да? То есть публика стадионы привыкшие. Ну, это появилось пиво, появилось там все, что можно было раньше. То есть концерт раньше, в концерт шли как в концерт, не на концерт даже. Ну, как в театр, да? То есть одеты. Потом, значит, началось такое массовое искусство. То есть пошли вместо концертных площадок стадионы. То есть чем больше народу вместится, тем больше прибыли получат организаторы. Соответственно, там разрешались спиртные напитки. И вот это все началось. Я просто сейчас помню это время, и поэтому говорю, что вот и среди вот этих людей в одних и тех же гримерках присутствовал Игорь Кальков. Человек, который, казалось бы, да, открыли шлюзы, что тебе надо? Пой дальше чистые пруды. Тебе будут платить больше денег, что тебе надо? Нет. Человек просто в своей гражданской позиции встал и начал петь какие-то, ну, с точки зрения социализма, это вообще просто ужасные, как оказалось бы, песни. Вверх появилось слово «Россия» у него, у первого, в песне. Да не только, ты понимаешь, как-то нельзя все сводить к одному человеку так же, как нельзя вот так массово обобщать. А разве не появилось огромное количество социальных песен у Градского в то же время? Замечательное, вот про этих депутатов, про это же были... Он был менее просто известен. Да, секунду, секунду, как, Градский? Нет, альбом Градского был менее известен, чем альбом того же Цоя или того же... Нет, 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 Градский был известен и был... Понимаешь, у Градского намного все сложнее, потому что Градский уже десятилетия стоит на этой позиции и первый. Поэтому трудно сказать, как бы сложилась судьба у тех, кого Господь забрал к себе раньше. Это тоже неизвестно. Согласен. Понимаешь, мы-то знаем многих бунтарей того времени, которые куда-то ушли, а многие просто стали чересчур жирными, их купили. Поэтому здесь нельзя трудно, нельзя так огульно сказать. Да, вообще не согласен. Но что касается Игоря того времени, мне кажется, что у талантливого человека нет программы внутренней, которую он должен это исполнить. У него есть необходимость говорить то, что он еще не успел сказать. Поэтому появились вот такие социальные песни, песни, которые обличали очень многих. И персонально, если ты помнишь, то там были песни с фамилиями конкретных людей, которые по сегодняшний день чувствуют себя достаточно благополучно и хорошо. Это музыкальные филитоны, но они были жесткие все равно. Конечно, да. Но это его внутренняя необходимость не промолчать. Это одна из сторон талантливого человека. Вот я и хотел спросить, вы как человек на то время, уже сформировавшись, имеющий авторитет на телевидении, понимающий, что происходит в стране, вот с вашей точки зрения, как вот это явление можно было, я не знаю, что вы его не назваете, но как вот сформулировать? Оно было своевременным или оно было преждевременным? Или оно прямо вот в точку? Тогда, когда нужно было? Все искусство, то, что является искусством, а такая субстанция, как Тальков, это искусство, оно всегда своевременно. Тем более в исполнительском мастерстве, потому что его искусство было тогда, когда открылся занавес и заканчивалось, когда он закрылся. Остались диски, остались носители, которые знакомят нас сегодня с Тальковым, но все равно это какой-то очень небольшой процент от конкретного живого общения с этим человеком. От того, что происходило в зале, когда он выходил на сцену, в нем же было замечательное сочетание красивого мужика, честного человека и талантливого исполнителя. Обычно это не всегда вроде талантливый, но маленький, кривой, вроде абсолютная правда, но нечем петь, тогда буду криком завоевывать популярность. А в нем соединились эти три замечательные вещи, которые сделали его любимым артистом. Вот здесь надо немножко различать популярный, звезда, а еще и с понятия любимый артист. Таким был Бернес, ну еще можно несколько фамилий, Высоцкий, конечно же, Галич, Акуджава. Вы сегодня о них говорили, что каждый олицетворял собой какое-то определенное десятилетие, да? Игорь Тальков, это все-таки 90-е, а вот в нулевых почему-то мы так и не обнаружили пока никого. Не прости, я уже должен идти, поэтому я хочу попрощаться. Спасибо вам большое. Слушайте Талькова. Это иногда помогает в каких-то сложных жизненных ситуациях. Спасибо.